Ну вот, что получается, сколько тут было вмятин, и теперь уже их тут нету. Только вот здесь вот для бюро. И вот, такая красота у нас. Теперь вот с этой стороны тоже мы смотрим. Вот где у нас начинаются вмятины. Вот аж где. Ну и оставлены для контроля, так сказать. Эти тоже. Вот так идёт. Я решил сделать небольшой перерывчик. Отвлечься. Вот отдохнуть на вот такой красоте. Почему? Потому что уже меня каком подутомило это всё. Хочется работать, чтобы получалось вот так. Вот здесь тоже самое, что вы видите вот здесь, как из предыдущих видео. А теперь здесь вот так. Ровно, красиво и аккуратно. Чуть я отдохну от машинки и машинка от меня отдохнёт. Иногда надо давать отдохнуть и себе и детали, чтобы потом можно было сделать аккуратно. Там осталось немного, как видно из видео. То, что пожёванное, конечно, это понятно. Но видно только тем, кто понимает. А так в глаза оно не бросается уже. Вот. Тем более, что я хочу где-то у меня, может через денёк, через другой, появится возможность взять этот самый индуктор. Сделать опять такое же, в таком же месте, вот как вот здесь. Вот тоже, кстати, у нас есть. Вот мы видим, да? Прямо на ребрышки. Вот. Есть у меня капот там учебно-тренировочный. Я на нём поправлюсь, попробую сделать в таком же месте тоже ребрышковое же и немножко поковыряться. Полдня потратить с индуктором, там, то-сё, как он нагревает, как выпрямляет. Ну, короче, идём об этом пока. Вот. Я решил пару дней просто отдохнуть на вот такой вот работе. Ну, вот. Смотрим. Увеличиваем. Вот. Всё видно, что тут ещё всё. Продолжаем работу. Сейчас чуть-чуть притушу. Ну, вот, прямо виднее, да? Да, так получше видно. Ну, сейчас в серединке будем работать. Тут кучность большая. Ну-га. И так видно, и так видно. Вот. Кусочками. Чуть вот здесь. Чуть вот здесь. Вот. Уже тут видно, что ровно. Серединку. И по чуть-по чуть-по чуть. Всё восстановится. Всё. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очередной этап... Работы... Потому что уже глаз как бы... Замыливается... И что-то видишь... Какие-то ямы... Чтобы увидеть... Надо лампу переставить... Либо так... Либо так... Либо как-то по-другому... Поэтому... Вот так вот... Отходишь подальше... Смотришь в лампе... Где что как... В основном... Конечно... Уже все... Сделаны... Вот... Ну... Штук 7-8... Так вот... Так вот эти... Я... К сожалению... Нечем сюда добираться... Я сейчас покажу в чем дело... Вот... Скорее всего... Что придется... Выклеивать... Потому что... Вмятины... Практически... В том месте... Находятся... Где... Завальцов... Этой детали... Когда идет... И заворачивается сюда... И инструментом особо... Лезешь... Вот... Ну... Будем клеиться... Делать... Не все идеально... Делается... Как хотелось бы... Вот... Я показываю... Все как есть... Вот... Видно... Вот... Ямки... Их надо обатывать... А некоторые еще... Я же говорю... Надо просто делать... Вот... Это для того... Чтобы... Взять... И что-то придумать... Из инструмента... Чтобы был доступ... Потому что... Вот... Казалось бы... Инструмента... Вот... Сколько много... А... Увы... Инструмента много... А... Работать нечем... Вот... Примерно так... Можно высказаться... Вот... Поэтому... Продолжаем дальше... Подефектовал... Сейчас... Будем делать дальше... По-тихоньку... Помаленьку... Остается... Все меньше... И меньше... Тут... Ну... Как бы... Уже... по-нормальному вот 1 2 3 4 так 3 2 5 7 9 10 12 это уже сделано вот еще 12 косяков вот это еще не делалось вот это еще не делалось это уже как бы мелочи тут поправить и вот эту сделать вот 12 вмятинок делать и сделать принципе уже так более-менее ничего конечно вот здесь получилось приятно что вот в этом месте как так как рубанула здесь яма здесь бугор по нему не бьешь все равно тут яма бугор получается металл потянулся раз уже тут и краску срубила сами понимаете что удар сильный был и потянуло хорошо ну что делать в идеал такие сделаешь да и как бы машина не с того металла немножко ну ница к этому надо как видно я особо не стремил чтобы бегом бегом доделать и отдать нет я буду ковыряться столько сколько можно чтобы доделать работу вот ну понятно что видно что работа потихоньку 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 идет к финишу кое-годи вот и вот есть еще это потом уже будет чистка до чистка ну на такой маленькой поверхности столько ударов как бы металл гоняешь из стороны в сторону перераспределяешь все равно он идет мелкими волнами складками вот какие-то заломчиками поэтому все чище чище и чище но как бы идеала сожалению не видно ну что поделаешь по-любому это аккурат работа делается я стараюсь по максимуму сделать все что возможно потихонечку помаленечку вот остались так сказать минусы то что надо там по мелочи острым-острым крючком как иголочкой поднять вот остальное все уже устаканилось вот не был неприятный тут залом у нас вот здесь был выравнивался и вот здесь еще на конту она вот ковырнуть на краю капота а так уже более-менее ничего надо просто напрочь очистить они уже вот ровные но там внутри ямочки я специально их оставляю не выковыриваешь потом не мучиться с забиванием это большие тут мятинки такие конца вот это вот мы дочищаем ну же на капот выглядит капотом вот измята избитой железя кай конечно на таком качестве сделать идеально проблем всяком случае для меня кто-то может конечно скажет что это все бред но тем не менее когда сильно избит металл я вот его перегонял тут распределял перераспределял вот но разогнать так как на заводе был представляется возможным но тем не менее вот видно что на человека уже похож ладно знаем чистку все уже прошел и вот в такой плоскости и вот в такой плоскости потом вот в такой кости весь капот конечно пожеванный сильно много летнего металла но сейчас как бы очередная толка нужно в линиях как бы видно что что-то получается но просто меня смотришь так и так если так хорошо разворачивать вот так плохо делаешь так хорошо разворачиваешь вот так она тоже как бы все рябит как пятная бумажка пожеванная раньше вместо туалетной бумаги а детку пользуют чтоб она мягче была ее ковыряли вот в этих местах у меня не получается особо выдергивать но это я напоследок вот такие вот вещи оставляю потому что кое-где даже наоборот пробивать вот эти канты кант он завернутый вот он до сюда вот завернут как раз вот до этого места и тут вернуть и пробить красиво пока что ну не совсем красиво получает ну час опять от дефектую посмотрю где чё так не так вот и если чё завтра надо продолжить доделывать вот опять же вот такие вот вещи мне не нравится он там линия прыгает понятно что капот сильно пострадал но тем не менее просто напросто я же говорю приходится гонять металл вот так сделал вот так вот надо делать вот так сделал опять вот так вот не так трудно перераспределить металл так чтобы он стал как должен стать ну ничего делать надо будем делать вот опять же решил посмотреть подавать все было чувствовала вот еще конечно впечатление что не делал потому что не прыгает тут он все еще прыгает прыгает лет кругом очень сильно но я покажу что было суть вот этих всех занятий вот понятно что по-хорошему было отрихтовать там или зашпаклевать и покрасить но вопрос она хочется научиться правильно перераспределять потому что вот если посмотреть вот такое что ничего не делалось все он прыгает все корявая да вот но это всем так принцип вот этих всех занятий в том чтобы научиться перераспределять металл он и так тут потянутый натянутый но плавно все поднимать а получается вот как бы делал не делал уже делал он весь вот он вот такой весь пожеванный весь у весь корявый как бы делай не делаю у кого-то бы уже руки опрылись но опять же я хочу научиться правильно делать правильно работать поэтому я буду его делать делать и делать пока я его до нормального не доделаю пока что как бы еще не рано хотя так конечно вот особо если не приглядываться я для сравнения сейчас чуть дальше покажу как это был когда он был побитый ну вот один из примеров дефектовки видно что побить сильно и не просто сильно очень сильно видео это есть такое и крутись не вертись как бы и что что творилось тут раньше и избита отильно из такого сделать идеал я думаю но всяком случае на том уровне в как я сейчас работаю я думаю это невозможно но я максимально стараюсь делать ему потому что я этому отдельное видео посвященную чуть позже потому что в принципе всю деталь надо делать в общем по чуть там 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 потом где-то металл получается зажатый где-то отпущенный и догонять со стороны в сторону где-то поднял тут же волны пошли где-то и кто-то вот но опять сейчас немножко возьмем полирнем эту красоту тему потому что уже как бы кое-где выровнялась и неплохо а кое-где еще надо подправить вот и дабы все это металл приходится перемещать туда-сюда и уже непонятно но все в голове каша металл тут пожеванный ну это я конечно немножко сгущаю краски но тем не менее уже кое-где теряешься в том где металл надо поднимать а где опускать просто вот уже слишком много таких как бы этих складок маленьких больших и в них теряется общий профиль поэтому я решил слегка полирнуть и посмотреть как бы со стороны на это вообще красота все равно никаких проблем сейчас возьмем волшебную тряпку вот протрем и посмотрим есть у нас тут тоже волшебная лампа с волшебным экранчиком вот посмотрим что он покажет смотрим вроде бы ничего глазами видны нюансы вот такие вот это пожеванности складочки вот и камера в принципе тоже видит вот целлюлит понятно что до того тут было гораздо все серьезнее но тем не менее вот эти вещи можно еще подправить взять острую ковырял очку и полечить сожалению вот это вот не представляется возможным лечить тут была вмятина вот и на вмятине сразу была отбита краска ну а так в общем то кроме вот этих вот таких нюансов уже слишком сильно выпячивающихся но опять же это выпячивается в лампе под правильным углом освещения и под в данном случае пять или шесть кратном увеличении вот так конечно уже победа над металлом ладно посмотрим теперь что нам покажет экран вот здесь он показывает неровности нам косяки которые в работе допущены ну или же вот как вот эти вещи тут уже ничего не сделаешь тем более что тут на жесткости и на завальцовке практически особо там не повыдрыгиваешься как говорится сейчас посмотрим с другого боку и вот теперь будем смотреть с другого боку ну в принципе есть конечно скажем так к чему придраться это то место как раз но я покажу что было и что стало я не в том плане чтобы похвалиться я наоборот показываю все минусы и стараясь учиться с ними бороться а не показывать сейчас можно снять взять лампу поставить далеко и снять вот сейчас я покажу на паузу поставлю можно вот так вот поснимать поставить одну вот эту лампочку так сказать и вот вот все идеально все отлично все шикарно это никому не надо меня интересует как правильно бороться с дефектами или неправильно во всяком случае надо научиться и знать как надо делать и как не надо делать чтобы в дальнейшем не повторять своих же ошибках к сожалению к сожалению я учусь на своих ошибках вообще конечно умные люди учатся на чужих но тем не менее еще раз повторю я стараюсь стараюсь вот и в общем то сейчас вот я покажу что есть и что тут было вот еще тут и на ребре надо подправить самое интересное даже в лампе так глаза не бросается поэтому я вот и снимаю всю свою работу все время в лампе она мне иной раз подсказывает даже иной раз хочется взять вместо глаз поставить телефон и в нем работать в нем иногда вот так когда смотришь виднее и лучше понятнее где чего надо где чего не надо так что это вот один из способов так сказать дефектовки тоже ну дальше я помещу маленький сюжетик как раз вот это место ну вот здесь где отбита у нас краска ну вот она и была отбита во время града вот мы видим что вот она завальцовка у нас на ней к сожалению я пока что не могу работать и красиво делать тут их много таких на краю детали дефектов потому что град не считался бил и в эти места к сожалению я пока что еще такие вещи не умею делать ну я надеюсь что это пока итак вот посмотрели мы это место и следующий будет сюжетик какое оно было никуда это моя техническая съемка вот что было тут вот это я для себя тут снимал и вот вот такое вот поле деятельности было а сейчас тут легкая пожеванность вот в этом месте вот примерно так выглядела в начале работы так что разница есть она видна ну что как бы хочется довести до ума хочется довести до ума сделать как можно аккуратней чтобы так сказать был виден результат хороший ну это видео будет подальше вот я как обещал вот выложил то что было в начале вот такая вот красота ничего не видно надо притушить и вот сейчас мы увидим то чего не видели раньше все еще достаточно печально и моментами пожевано потому что весь практически капот был на сильных ударах где-то это удалось как говорится расправить а где-то нет ну давай фокусируйся в общем конечно вот еще ямы тут есть такие две-три ямки таких плавных пологих которые сильно бликуют ну а в общем сейчас вот сделаю паузу выключу другой свет включу если посмотреть вот так вот эти еще места видны надо их доделывать а в остальном в остальном вот так если на улице то и особо без проблем надо просто убрать вот эти два треблика которые тут по центру еще где-то есть вот так в принципе особо ничего страшного вот дефектуем дочищаем вот он наш любимый многострадальный капот вот оп вот она ямочка поймалась ну а в общем то да кое-где тут у нас есть еще как говорится помарки вот я их выделяю и пытаюсь с ними бороться некоторые успешно некоторые не очень некоторые вообще безуспешно ну вот так потихоньку кстати вот когда снимаешь глазом видно одно а вот камера видит совсем по-другому и скажем даже вот такие вещи заснял просмотрел пометил и начинаешь заниматься потому что глаз видит по одному а вот камера вот такие вещи выхватывает совсем по-другому вот так потихоньку помаленьку капот приводится в порядок привет ютубу привет вот я занимаюсь тем что после того как произвел нагрубую ремонт вмятин остаются еще вот такие вот некрасивые вещи вот которые надо выправлять вот но помимо этого есть еще другой нехороший дефект это вот такие складки к сожалению я их не могу передать но речь идет о всем другом вот такие плавные волны блики и прочее их надо разбивать и вот так с утра до вечера это колотим перераспределяем металл молотков слава богу хватает и каким молотком ты не постучи вот все шумно голова становится квадратная так вот кто чем спасается вот такая есть фигня не знаю у кого сколько продается называется беруши вот почему потому что у меня уже голова раскалывалась вот такие мягенькие затычки и говорят что они помогают вот сейчас попробую решил выложить посоветоваться с людьми опять же две пары одни говорят 130 дорого говорят что по 30 рублей но не знаю факт тот что вот сейчас попробуем что это такое с чем его едят потому что я тут давно и долго стучу вот ничего хорошего в этом нет уже башка у меня болит вот раскалывается от этого всего но делать надо дальше вот очередная дефектовка на камеру сейчас потише сделаю чтобы было видно надо на самый супер минимум ставить вот такие вот у нас получаются сдвиги в лучшую сторону за день до этого все было пожеванное вот что значит молоток вот такой с пробойником ну и такой пробойник и такой потихоньку вот еще кое-где попадаются такие затяжки которые надо развязывать плавные вмятины вот они играются ну а в общем-то вот она посредине вмятина плавная так ну а теперь отсюда вот такая вот базня крилядзе все хорош домучил я капот или капот меня домучил есть там конечно и пожеванности и то и сё как бы дефектов много но я потом покажу что было что стало поэтому не будем мы тут сильно строго судить такие детали конечно не все берутся делать но для того чтобы учиться к сожалению на своих ошибках вот сейчас полерну вот капот наш вот такой получился в кое-где конечно мелкая волнистость присутствует но по сравнению с тем что было я не то что там себя выгородить да вот тут ничего не сделаешь уже это тут вмятина была от града ну вот так вот кое-где еще играет вот потянутый металл это конечно ну скажем так разница между тем что есть и что было очевидно ну вот и все хорош потому что можно конечно еще год с ним нянчиться и в два раза лучше он от этого не станет или прежним как был он до града он не станет так что я решил что хорош тем более что вот есть собрат передний капот его тоже надо доканчивать тут еще штук 20-30 вмятин которые я к ним просто не добрался пора уже приниматься за работу за эту вот он капот я уже им дозанимался как бы все что мог я сделал вот теперь надо заниматься вот таким капотом который я еще в коей иде вообще ход не дошел до вмятин вот в общем есть еще чем заниматься что доделать что переделать и так далее здесь вот у нас впереди вот досюда двойной металл а может и тройной вот там тоже будут как бы сюрпризы вот то есть еще с этим капотом заниматься заниматься и заниматься добойный наш автомобиль чик 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 чирик вот осталось конечно нам вот это вот крылышко раз и крылышко два надо будет вот эти вещи доделывать с царапки вот вот эти вещи тоже то есть еще есть чем позаниматься ну а там где я занимался в общем-то все в пределах разумного вот осталось я же говорю вот крылышко одно сделать и крылышко другое остальное все более-менее так смотрится по-челодобречески не так как было ну вот и все особо тут снимать нечего всем все понятно самое неприятное в этих работах то что вокруг паука так вот вот такие вот как маленькие маленькие вмятины образовываются по пауку внутри паука снаружи но я потом покажу сейчас собственно нарисую это дело вот он паук и вокруг него и вот с этой стороны образуется когда вот бьет сюда ступенька и там тоже потому что здесь жесткое место вот и по площади на детали очень прилично получается километраж такой и вот их все время приходится нянчить 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 и нянчить вот хочешь ты того или нет вот кругом вот это вот вся так сказать красота вот она на теплом видно и вот его нянчишь в эту сторону капот потом переходишь вот в эту сторону нянчить потом вот отсюда потом вот так и с каждым разом все лучше и лучше а в итоге вот смотришь и кругом вот это безобразие вот и на это вот уходит масса времени вот даже по линии видно пляшет вот плюс еще вот здесь вот есть жесткости куда не доберешься особо и вот приходится выеживаться вот такие вот красоты тут конечно кроме града еще и от камней было вот в этом месте видно здесь камушки у нас залетали вот кое-где есть выбоинки ну то мелочи вот так вот кто как с этим борется подскажите я с этим борюсь иногда клеем иногда крючками в общем когда как ну что же вот он лацетти наш шутка он лацетти это бел джентра вот а похож на лацетти на шевика собственно это он и есть теперь вот у нас осталось крылышки остались у нас вот их тоже побило вот к сожалению и здесь тоже вот ну такой металл посмотрим в лампочке вот вот так вот мало-мало есть красоты вот такие красоты часть уже причесали тут все ровно а что касаемо вот здесь еще тут все скучно ну вот такие вот струментики крючочки крючочки ковырялки как я их называю будут здесь работать здесь к сожалению нечем подлезть у нас доступа нету вот в этом плане на камре хорошо вот в той части окошки там есть а здесь либо клеем либо снизу придется залазить так что ну ничего там где есть доступ сейчас буду делать здесь а потом будем посмотреть дальше как говорится будем решать проблемы по мере их поступления пришлось вот закончил теперь как говорится пора расставаться вот машинка долго в ремонте была вся была побитая сейчас я отрывочками покажу вот ну что теперь вот доделалась и пока-пока счастливого пути называется на следующее пока-пока Продолжение следует...